Нарциссы, ноготки, петуни и гвоздики. Все эти цветы были посажены учениками школы-интерната 20 мая на специально подготовленных клумбах. А забрать все эти ростки помогли читатели библиотеки семейного досуга и активный член Совета ветеранов, чтобы украсить родной город в рамках акции «Посади цветы, сделай мир ярче». Проводится она впервые, она должна стать доброй традицией. Я думаю, что такая акция будет продолжаться. Мы очень благодарим Аллу Александровну, всех читателей библиотеки номер 5, что они оказали помощь школе в доставке рассады, что они выращивали в течение долгого времени эту рассаду. Особенно вот некоторые женщины даже с февраля месяца выращивали рассаду, да, и нам подарили школе. Большое спасибо. Посадка цветов – это лишь первый этап сотрудничества. Совет ветеранов, члены клуба Университета знаний давно работают над экологическим проектом «М-технология» – эффективные микроорганизмы. В будущем ее будут использовать ученики в теплицах школы. О технологии могут узнать все заинтересованные садоводы. Она применяется не только в сельском хозяйстве приусадебном, она применяется в быту, в животноводстве и в экологии. Даже есть технологии, как и запилка, можно сделать органическое удобрение. То есть, кому вот интересно, если эта тема, кто-то хочет либо узнать, либо поделиться своим опытом, обращайтесь к нам в библиотеку семейного досуга. Сами ребята от работы не отлынивают. Все хотят сделать территорию школы красивее и уютнее. Тем более, многие растения они выращивают сами. Наш конкурс как бы называется, чтобы красивая была школа. Ну, красивая клуба. Мы садим цветы, выращиваем в теплицах, многолетние и однолетние. Мы хотим просто, чтобы наша школа была очень красивой. Уже скоро первые цветы подрастут и мир действительно станет ярче, особенно для самих юных садоводов. Всегда приятно, когда плод твоего труда приносит радость другим. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков. Телеканал «Русский Север». Продолжение следует...